Важный этап. Дорожники приступили к строительству первого участка. Будущие межрегиональные автотрассы на Редмарусинс. Средства на реализацию масштабного проекта выделят из федерального бюджета. Расскажем подробно. Героя среди нас Александр Цибульский вручил жителям региона нагрудные знаки. Почетный работник женщинокоммунального хозяйства. Кто именно удостовался высокого звания, познакомим. Местная продукция на прилавках европейских магазинов. На Ренмаре состоялся круглый стол в рамках подведения итогов года оленеводства в Ниньском округе. Что удалось достигнуть за 12 месяцев и на что нужно обратить особое внимание. Юные армейцы. Конкурс строя и песни. В списке претендентов 8 школьных команд. Кто взял главный приз? Об этом и не только. Расскажем ближайшие 20 минут. Здравствуйте. С главными событиями среды в студии Ореха Танзейский. Мы начинаем. Дмитрий Медведев подписал поручения, направленные на скорейшую организацию работы по использованию в 2019 году бюджетных ассигнований на реализацию национальных проектов. В резолюции, которую подписал председатель правительства, говорится, что главы регионов должны обеспечить скорейшее заключение соглашений по реализации мероприятий нацпроектов и доложить о результатах этой работы руководителям проектных комитетов. Напомню, Ненинский округ принимает участие в реализации 11 национальных проектов из 12, с исключением науки. По словам главы региона Александра Цибульского, особенно важны для Ненинского округа проекты, связанные с переселением из ветхого и аварийного жилья и строительством социальной инфраструктуры. Еще одно важное направление для региона – это развитие транспортной инфраструктуры. Одна из трасс, которая строится с привлечением федеральных средств – Наринмар-Усинск. Итак, важное событие для Ненинского округа. Свершилось то, что было сложно поверить еще год назад. Началось строительство первого участка круглогодичной автотрассы Наринмар-Усинск. Это значит, что работы на дороге, которая в будущем соединит два субъекта, теперь ведутся сразу с двух сторон. Если все пойдет по плану, один из отрезков, так называемый «третий», специалисты намерены сдать уже в конце года. Таким образом, останется построить два участка. Что касается водоэксплуатации всей автотрассы, то местные власти называют 2022 год. Насколько это реально, попыталась понять наша съемочная группа. Вместе с губернатором мы отправились на главный долгострой Ненинского округа. Там Александр Цибульский оценил работу подрядных компаний. Обо всем по порядку в следующем специальном репортаже. Вот он, первый участок будущей автотрассы Наринмар-Усинск. Работы здесь начались буквально несколько дней назад. В будущем автотрассу поднимут еще на шесть метров. Кадры, которые еще никто не показывал. Строительство первого участка межрегиональной транспортной артерии. Он начинается после так называемой отсыпки. На объекте сегодня работает больше ста человек. Столько же тяжелой техники. Метра за метром посреди заснеженной тундры специалисты прокладывают дорогу жизни. Работают с использованием самых передовых технологий. Не на глаз, как было раньше. Дорогу отсыпают при помощи специальной 3D-системы. По сути, она автоматически строит маршрут для машиниста-бульдозера, словно GPS-навигатор. Это позволяет избегать брака при выполнении земельных работ. Вот геодезисты у нас ходят с тарелками. Один из бульдозеров, у нас на нем стоит мачта, 3D-оборудование. Протяженность первого участка всего их 4-11 километров. Постоянную дорогу прокладывают в стороне действующего автозимника. Так прописано в проекте. Исполнителем работ выступает санкт-петербургская компания «Техносфера». Несмотря на то, что к строительству участка подрядчик приступил лишь в начале марта, специалисты уже опережают график. На первом-втором этапе производится устройство выравнивающего слоя с последующим устройством основной части насыпи, земляного полотна с заворотом в берменную часть. Также ведется отсыпка технологического подъезда. Идем с увеличением темпов, то есть сдавать будем раньше. Но контракт нам предусмотрен трехлетний этап строительства. В будущем темпы строительства только увеличатся. От численность специалистов вырастет до 250 человек. Больше задействуют и техники. В основном она работает сейчас на карьере, которую разрабатывают с нуля. Запасы колоссальные – 700 тысяч кубических метров песка. Это при том, что вокруг голая тундра. В настоящий момент находимся в нашем городке. Жилой городок состоит из 62 вагончиков подготовленных, утепленных. Полностью комфортное пребывание всех сотрудников здесь у нас. Столовая. А еще собственная испытательная лаборатория и медицинский пункт – дорожный городок со всеми необходимыми удобствами для проживания – возвели за максимально короткие сроки. Рядом строят мини-АЗС – место, где будут хранить горюче-смазочные материалы. Очень приятно, что у нас началась строиться дорога еще с другой стороны, навстречу друг другу. Мне кажется, мы сегодня с коллегами проехали, посмотрели то качество работы, которые демонстрирует новый подрядчик. У нас были определенные опасения, потому что компания для нас незнакомая выиграла конкурс на эти работы. Мне кажется, что то, что сегодня мы увидели, не может не радовать. Количество техники очень приличное, порядка 60 единиц работают в круглосуточном режиме. Оценил губернатор Ненинского округа и ход работ на третьем участке межрегиональной автотрассы. Его возводят специалисты Усинского ДРСУ. К строительству приступили еще в январе 2018-го. За это время выполнили практически все работы по отсыпке земляного полотна – будущей проезжей части. На стадии завершения и монтаж водопропускных труб. Из 20-ти проложились 17. Однако самое сложное впереди. В ближайшие дни специалистам предстоит приступить к строительству моста через реку Лая. Контракт на возведение постоянной переправы протяженностью 100 метров уже заключен. С уфты вышла колонна ночком из строя моста. Сегодня они должны появиться здесь. Значит, 12 это машин. Через 2-3 дня они монтируют оборудование и приступают к объему работы. Завершить все работы на третьем участке строители планируют в этом году. По контракту в конце декабря, по факту уже в октябре. То есть выполнить обязательства, прописанные в контракте. Подрядчик Усинская ДРСУ намерен раньше с обережением графика. Важный момент. Круглогодичную автотрассу сегодня строят исключительно на государственные деньги. Все денежные средства, которые будут потрачены на строительство дороги, придут нам из федерального бюджета. Уже в прошлом году 400 и 149 миллионов. В этом году ждем, когда нам подтвердят финансирование. Округ тратит денежные средства на авторский и строительный контроль. Очередной ряд показал особых замечаний к подрядным компаниям. Усинскому ДРСУ и техносфере со стороны руководства Ненецкого округа пока нет. В целом, увиденным и услышанным представителям власти остались довольны. Работа реально ведутся. Это первое. И темп действительно набран достаточно серьезный, что не может не радовать. Чтобы мы, конечно, все ждем, что дорога будет строиться в указанные сроки. Что касается главного вопроса. Когда на карте России появится новая трасса регионального значения Нен-Мар-Усинс, то ориентировочная дата 2022-й. Впрочем, Александр Цибульский уже заявил, при стабильном финансировании со стороны правительства отправиться на автомобили в соседний регион можно будет раньше, при этом в любое время года. Олег Хатанзейский, Дмитрий Лукевич, Антон Водряков. Телеканал Север. И в продолжении темы. Свыше 230 миллионов рублей будет выделено Ненецкому округу до 2021 года на реализацию регионального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сегодня шла речь на очередном заседании администрации. Средства в рамках соглашения будут направлены из федерального бюджета. Документ стороны подпишут в ближайшее время. Так, в 2019-м на реализацию регионального проекта правительство выделит нашему субъекту более 130 миллионов рублей. В 2020-м и 2021-м годах по 50 миллионов рублей соответственно. Средства, которые мы планируем направить в рамках запущенной сейчас процедуры по реконструкции автомобильной дороги на Ринмар-Искателе, проведение в соответствии с требованиями федерального законодательства. Планируется, что к реконструкции дороги на Ринмар-Искателе и дорожники приступят уже в этом году. В частности, будут проведены работы по расширению проезжей части и устройству дополнительной дорожной полосы. Кроме того, обустроят велосипедные дорожки, съезды, а также зоны общего пользования, например, участок в районе колодца микрорайона Сахалин. Напомню, национальный проект «Безопасные качественные автомобильные дороги» будет реализовываться в округе 5 ближайших лет. В текущем году работы на транспортных артериях в рамках нацпроекта стартуют на шести окружных объектах. В их числе дорога по улице Дружба, дорога, ведущая к станции по борьбе с болезнями животных, дорога на Ринмар-Искателе и на Ринмар-Красное, а также улице Ленина и Хатанзейского. Глава региона Александр Цибульский вручил нагрудный знак «Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого округа Алексею Хаймину». Еще одним представителем сферы ЖКХ, получившим награду из рук губернатора, стала начальник цеха КБИБО Людмила Ануфриева. Ежегодно звание соответствующего вида может быть присвоено не более чем двум лицам за значительные личные заслуги в различных областях трудовой деятельности, а также за выдающиеся достижения и высокое мастерство тем, кто проработал в округе не менее 15 лет. Стаж Людмилы Ануфриевой в отрасли составляет более 23 лет. Алексей Хаймин проработал в отрасли более 20 лет. Сегодня он является начальником жилищно-коммунального участка Тельвиска филиала Север-Жилкомсервиса. Продукцию из мяса оленя, выпускаемую в Ненецком округе, планируют поставлять во Францию, Австрию, Италию, Испанию, Чехию, Польшу. Сегодня планы на будущее достигнутые результаты обсудили в рамках подведения итогов года оленеводства, который был объявлен в Ненецком округе в прошлом году. Что все-таки удалось сделать за 12 месяцев для развития оленеводства, расскажет Любовь Пермякова. В год оленеводства главная отрасль региона совершила значительный прорыв вперед. В 2018 году внесены изменения в закон, который касается социальной поддержки жителей Севера, ведущей традиционную деятельность. Сдвинулось место строительства жилья для оленеводов. Впервые за многие годы в программу поддержки отрасли включена инвестиционная субсидия в целях компенсации затрат на строительство и модернизации объектов агропромышленного комплекса. Которые в отрасли воспользовались СПК Индиго, индивидуальные предприниматели Семяшкин, СПК ЕРФ, СПК Ижинские оленеводы компании. На все это было потрачено с этой целью на поддержку 24,7 миллионов рублей. Возоблена финансовая поддержка семейно-родовых общин, ко иных младшистых народов Севера, не являющимися сельхозтоваропроизводителями. Также в прошлом году была продолжена работа по восстановлению оленеводства на острове Колгуев, где с 2013 года наблюдается массовый падеж. Туда было завезено 20 важных стелятами из малоземельской тундры. Результатом такой хозяйственной работы стал значительный прирост поголовья, а это порядка 800 голов. Совместными усилиями органов власти удалось сохранить права СПК «Рассвет Севера», который в результате незаконных действий третьих лиц мог лишиться 8-тысячного поголовья оленей и прав на олени пастбища. В результате чего хозяйство принесло значительную убытку. Сейчас вопрос решен в пользу СПК «Рассвет Севера», и СПК начинает восстанавливать свою хозяйственную деятельность. Буквально в субботу мы вместе с депутатами были, в этом хозяйстве видели желание работать, заинтересованность. Поэтому будем стараться им помогать, потому что без нашей помощи они не способны будут быть на прежнем уровне. Но в любом случае в этом году 90 тонн мяса они заготовят. Также в год оленеводства завершилось строительство модульного передвижного убойного пункта в поселке Нельминнос. Началась реализация международного проекта «Кол Арктик». Сейчас проводится работа по включению оленеводческих хозяйств НАУ в реестр предприятий, имеющих право на вывоз продукции в страны Евросоюза. Данная мера позволит получать хозяйственную дополнительный доход и расширит рынок сбыта продукции. Всего в 2018 году на поддержку и развитие оленеводства в регионе было направлено свыше 237 миллионов рублей. Из них 35 миллионов из федерального бюджета. Любовь Пермякова, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». Власти Нельминского округа поддержат некоммерческие организации, работающие в сфере туризма. Такое решение принято на очередном заседании администрации региона. Все подробности прямо сейчас. Предложением внести изменения в окружной закон, касающийся деятельности некоммерческих организаций, выступила руководитель Департамента образования, культуры и спорта Лина Гущина. В частности, она предложила расширить и дополнить льготы НКО в праве получения бюджетной поддержки в сфере туризма. Речь идет о мероприятиях «Дорогами отцов-героев», потому что у нас в рамках бюджетного законодательства это все-таки направление туристической направленности. Мы смотрели в рамках патриотики, то есть это направление и есть в федеральном законе, но, к сожалению, данное мероприятие, оно все-таки ближе к туризму, поэтому и расширяем эту позицию. Глава региона Александр Цибульский инициативу поддержал. По мнению губернатора, это направление обозначено президентом и должно в полной мере быть реализовано на местах. У нас был госсовет, посвященный добровольчеству, на котором президент довольно настойчиво рекомендовал всем субъектам и всем тем, кто увлечен в этот процесс, максимально увлекать социально ориентированные некоммерческие организации в процесс организации тех или иных мероприятий, в процесс их проведения. Соответствующие изменения в закон Неницкого округа будут приняты на ближайшей сессии окружного собрания депутатов. Ольга Руслова, Вадим Носкин, Телеканал «Север». Об организации дошкольного образования в Неницком округе шла речь на заседании комиссии собрания депутатов по вопросам образования, культуры и спорта. Доклад на эту тему представила руководитель профильного департамента Лина Гущина. В частности, речь шла о категории граждан, которым предоставляются льготы по оплате за содержание детей в дошкольных образовательных организациях. К данным категориям относятся семьи, среднедушевой доход которых не превышает однократной величины прожиточного минимума в регионе в расчете на душу населения. Размер компенсации устанавливается также законами и иными нормативно-матерными субъектов. И не должен быть менее 20% среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории субъекта Российской Федерации, на первого ребенка. Не менее 50% размера такой платы на второго ребенка и не менее 70% размера такой платы на третьего ребенка и последующих детей. Парламентарии предложили проработать вопрос о расширении категории граждан, которым предоставляются льготы по оплате за содержание детей в дошкольных образовательных организациях путем установления среднедушевого дохода семьи, не превышающего полутоократного величины прожиточного минимума. В целом, по итогам обсуждения, депутаты рекомендовали профильному департаменту активнее проводить разъяснительную работу среди родителей, размещать информацию в печатных изданиях округа и в сети интернет о полагающихся мерах социальной поддержки населения и способах ее получения. И в завершении выпуском конкурс строя и песни среди молодежи состоялся в Нинницком округе 8 школьных команд из Наринмара, поселков Искатели и Красно, а также села Оксино показали свою строевую подготовку. Это очный этап. В заочном же участвуют команды из отдаленных населенных пунктов. Они присылают в адрес жюри видео своего построения. Тему продолжит Ольга Русул. 8 команд – это лучший из лучших возраст участников от 12 до 18 лет. Они уже прошли испытания, каждый в своей школе. В традиционном в очном этапе принимают участие только городские школьники. Но в этом году в Наринмар приехали две команды из села. 11-классник из Красного Дмитрий Терентьев – опытный командир. Под его руководством отряд уже второй раз участвует в конкурсе. Если честно, то готовиться было трудно, потому что у нас новый состав. И как бы нужно было каждого обучить. И, собственно, в этом была вся сложность. А так – нет. Все справились. Команду из села Оксина с песней Владимира Высоцкого о друге за собой ведет Данил Чупров. Говорит, что немного волнуется, ведь такая ответственность на нем впервые. Но парень всерьез задумывается о карьере военного, поэтому уверен, трудности преодолеет легко. По контракту пойти. А какие вы ставите? Да не знаю, какие возьмут, это самое главное, чтобы не штрафбат. На фоне возмужалых старшеклассников, участников конкурса, выделяется команда кадетского класса. Она самая юная здесь. Но это не мешает им быть опытными. Шестиклассница Евелина Кычина говорит, в конкурсе участвует второй год. Девочка немного волнуется. Прохождение с троем и песня, которую пропеваешь, когда идешь. Потому что ты можешь запутать слова, можешь запутать шаг и перепутать команды. Торжественное поднятие флага перед участниками заочного конкурса «Строи и песни» с напутствием на победу выступает начальник отдела военного комиссариата по Ненецкому округу. Желаю вам всем победить в этом конкурсе. И знаю, что кто будет победителем, это победа заслуженной. Потому что вас будут судить военнослужащие. Не один человек, а несколько. По условиям конкурса участники получают специальные листы с заданиями. В них перечислены все навыки и умения, которыми им предстояло владеть. А сейчас продемонстрировать на суд жюри. Памятка командиру была, по которой они тренировались. То есть определенные элементы строевые проверяются в определенной последовательности. Студейская коллегия как бы об этом знает и будет смотреть именно, насколько ребята подготовлены по бумажке. В данном случае они будут смотреть правильность выполнения и правильность выполнения по пунктам. Оценивает конкурсантов компетентное жюри офицера. На каждом из них большая ответственность. Очень страшно, так как это еще не совершеннолетние дети. Все они сюда пришли за победой. И выбрать самых лучших и проиграть, это, конечно, самое обидное. Но я надеюсь, что они все будут не обижены судейской командой. В результате лучшую строевую подготовку показали учащиеся кадетского класса школы номер 4. У них первое место. На втором участники патриотического клуба «Рубеж». Ольга Русул, Вадим Стасюк, телеканал «Север». Такова информационная картина этого дня. Спасибо, что были с нами. Далее традиционно прогноз погоды. До встречи в эфире и всего хорошего. До встречи в эфире.